Бог верит, уважаем с Вами изучение секретов Хануки по книге Равза Меркоина. Мы вчера сказали, что человек, исполняющий митцвот, на кого он похож? Он похож на ташмишей митцва. Он становится как цицид, как то, что используется для митцвы. Когда он изучает Тору, его тело становится как ташмишей кедуша. Он становится сам как цицид, как цвилин. Поэтому мы сказали, что когда будет воскрешение из мертвых, кто проснется, только тот, который изучал Тору или помогал в ее изучении. Потому что этим свое его тело освещается. Поэтому как цвилин или даже ремешки от цвилина мы не имеем права выкинуть. Должны похоронить. Так и это тело человека, которое похоронили, оно не останется там в земле. А оно поднимется за изучение Тора. За исполнением митцвот он не встанет. За изучение Тора он встанет. Или за помощь в изучении Торы. Поэтому мы сказали, что в Хануку, когда мы зажигаем ханукальный светильник, свет, который там горит, он говорит нам и о чуде победы в войне. Малых, слабых и не обученных, не многочисленных евреев. Победы над организованной огромной армией того времени. Поэтому даже в зажигании, когда мы зажигаем свечи, там тоже говорится, как бы они нам намекают и на чудо войны. На чудо победы в войне. Дальше говорит он так. На самом деле мы сказали, что евреям, нам не нужно было в принципе это чудо с кухшинчиком вина. Можно было зажечь и нечистое масло. Потому что большинство евреев тогда находились в духовной нечистоте. Тогда он спрашивает вопрос, для чего нужно было это чудо с маслом? Поэтому получается, что вот это чудо с кухшинчиком масла было похоже. На что оно похоже? Похоже на улыбку отца к своему любимому сыну. Что как бы Всевышний нам улыбнулся и сказал, что это вам награда, дополнительная награда. Это вам подарок за ваши усилия, которые вы применили. То есть за вашу самоотверженность и готовность умереть ради того, чтобы не отойти от Торы. Поэтому он говорит, что физическое и материальное, в сравнении с духовным, вернее, похоже на разницу между темнотой и светом. Поэтому еврейский народ, что он делал, был готов пожертвовать для того, чтобы убрать, уничтожить темноту, тьму, которую принесли греки. Есть у Рав Кушнира интересная лекция перед Ханукой, я вам пошлю, блин, наверное, на нашей группе, которая говорит, спросите любого человека в мире, греки принесли свет или темноту в мир? Все скажут, что они принесли свет. Принесли науку, физкультуру, спорт, тара-тара-тара. Для неевреев это был свет, потому что тогда они все были дикарями, можно сказать, необразованными. Для евреев это была тьма, потому что они хотели уничтожить духовность. Поэтому он говорит, что евреи сделали все, чтобы вот эту тьму греческую убрать, которую они хотели внедрить в еврейский народ. Они хотели вернуть свет Торы во все еврейские семьи, во все еврейские дома. Поэтому они удостоились чуда именно через масло, которое относится к этому физическому миру. И масла достаточно было именно всего лишь на один день. Должно было это масло закончить через день. И что было чудо, что вот этот огонь продолжал гореть в течение восьми дней. Именно огонь. Почему именно восемь дней? Ни девять, ни десять, ни пять, ни шесть. Почему именно восемь? Он говорит, это не случайное число. Мы говорили с вами, что шесть и семь это этот мир. Шесть. У любой вещи есть шесть сторон. Право, лево, вверх, вниз. Да, в север, юг, запад, восток, сверху и снизу. Любую вещь. Знаете, куб. Любую вещь. Это шесть. В середине центральная точка это семь. Это святость, которая есть и которая поддерживает этот материальный предмет. Поэтому у нас есть шесть дней недели в будни, семь дней это шаббат, на котором держится вся остальная неделя. Восемь, мы с вами говорили, это число над природой. Поэтому и брит у нас на восьмой день. Поэтому и огонь этого масла горел именно в восемь дней показать надприродную сущность этого чуда. Леодия, Ульфарсем, Шемеахар, Шехириму, Исраэль, Этатсмам, Эльмиалатева. Показать и распространить, разрекламировать то, что евреи подняли себя над природой. Как они подняли себя над природой? Они вышли на войну, на которой никто не мог не предположить даже, что они победят. Когда началось государство Израиль, пришли к Равину, я не помню его имя, к Хасидскому Рэбе и сказали, у вас ребята сидят в Ешиве, нам нужно, чтобы они пришли в армию. Показали ему, смотрите, мы боюем с ними, мы боюем с ними, у нас такие винтовки, у них вот такие автоматы, у них пушки и так далее, и танки, и все остальное. И этот классический Рэбе, он стал улыбаться, они говорят, что вы смеетесь? Он говорит, я вам скажу притчу, я вам скажу притчу, пример приведу. На кого вы похожи? Вы похожи на человека, у которого была телега, и которая не двигалась. Ему сказали, слушай, ты идешь в гору, нужно, чтобы эта телега подвинулась, нужно ее немного облегчить, немного груза с нее сбросить. Сбросили с нее весь груз, она дальше не идет, ему говорят, надо снять колеса, чтобы она стала легче. Он говорит, ты какой дурак, разве если я сниму колеса, что двигает эта телега? Колеса. Если я сниму эти колеса, куда она подвинется? Он говорит, то, что вы сейчас мне говорите, невозможно, чтобы вы победили в войне. Как вы мне описываете, ваше снаряжение и снаряжение ваших врагов невозможно, чтобы вы победили в войне. Что помогает вам? Изучение туры и исполнение методов. Вот эти ребята, которые сидят в Яшиве, в их заслуге вы побеждаете, когда вы, в принципе, не могли бы победить. А сейчас вы хотите, чтобы они пошли в Яшиву, все равно, чтобы снять колеса с этой телеги. И здесь он говорит, когда евреи пошли на войну с греками, война была просто безумная. И не было малейшего шанса у евреев в ней победить. Но они, не было шанса, когда, когда все идет по природе, все идет физически, они поднялись над природой. Приседневная война тоже. Приседневная война тоже. Поэтому как орден за победу получили мы чудо с кувшинчиком масла. Это надприродное чудо, которое по законам природы, это масло должно было гореть всего лишь один день. А горело восемь дней. Амин, амин.